Субтитры делал DimaTorzok Нам продали просроченные фисташки, изготовленные 15.01, срок годности 6 месяцев А также нам продали просроченное детское питание до 24.06 А в уши и высыпайка для детей старше 6 месяцев Сегодня 27.07 Детское питание просрочилось больше, чем на целый месяц Интересный момент Сегодня 27.07, а в чеке А здесь лежит сыр Весь от 26.07 И написано, что срок реализации 12 часов с момента посовки Момент посовки в 12.28 вчера То есть получается, что он весь просроченный Я прав? Вот этот весь сыр Вот этот Вот этот Да все просрочка Альгерт Сыр Монарх 26.07-12.05 Срок годности 6 месяцев Но с момента посовки 12 часов Он просточился в полночь Цена 2547 рублей Просрочка Охренеть, сколько сыра Кусище громадное Полки пустеют Вот так наш магнит Нас кормят Просроченным сыром Тут еще Кусич здоровенный Тоже 26.07 Срок 12 часов Девушка Как часто вы сыр Перефасовываете? Это все просрочка Сегодня просто нас Только двое Просто нет возможности Его перефасовать Мы не можем идти из зала Вообще его каждый день Каждый день режем Каждый день перефасовываем Скажите, пожалуйста Упаковано 26.07 Сегодня какое число? 27 Срок годности Срок реализации Сколько часов С момента фасовки? Я понимаю вас Я понимаю то, что вы хотите сказать Но нет возможности То есть вот это вот все Снимайте все Мы все снимаем Это все просрочка Вы признаете? Да Да Вот целый кусок На 2000 рублей Снимайте Это уже администратор Будет списывать его Все списывается Все сертиризируется А я вам знаю Что это все перепасовывается Каждый день Каждый день А зачем столько наряжать Если вы за 12 часов Продаете Просто Физически не в состоянии А что вы предлагаете делать? Не знаю Обращаться Вот смотрите Вот этот кусок Вот реально за сегодня Продаете? Бывает не что Продаете Вот у вас сыра нарезан Полно Вот куски лежат 26.07 12 часов Это все просрочка Они все нарезаны 12 часов Срок реализации С момента фасовки 26.07 А сегодня 27 Продавщица Признала Что это все Просрочка Вот смотрите Вот можно спросить Ваше мнение Вот им привозят сыр Вот в таких больших Штуках Здравствуйте Здравствуйте Вот я так встану Вот вам привозят сыр Вот в таких больших Как вот назвать Большими кусками Большими кусками За 12 часов Я думаю Вы просто физически Не встанете все продать Вот сегодня Уже день заканчивается Время сейчас 8-9 вечера Вот сыра 1000 на 10 То есть Вот смотрите Завтра Вы снова Нарежете все Этот сыр И вот Тоже Вечер По собственности Зачем нарезать В таком количестве Это задание Вашего руководства У нас Ассортиментная матрица Которая должна быть Ставить По сути У нас сыр Должен быть На 3 Но смотрим Нарезку Ежемесячно Вот 2000 рублей Стоит 26.07 Срок Авторизации 12 часов Момент фасовки Он нафасован Да Он же не герметично Закрыт Нет И вот пополам Разрезали Половинку нарезали Да А половинку назад поставили Вот с этим сыром Что будет? Будем перезировать Как я могу быть уверен Что вы И сорвете вот этот целлофан И не перепасуете Ну я могу Привас Привас Хотел бы А также у вас Просроченное детское питание Просроченное детское питание На целый месяц Вот Вот видите Сегодня 27.07 Такое Это 24.06 Да То есть уже больше чем на месяц просроченное Просмотрели Вот Наказаны ответственные люди И уже Проводили Это тоже Это тоже Это уже Это я купил 6 6 Минус Ответ Ответ Сотрудники Вот за это наказаны В любом случае Просроченный товар Стоит Сотрудник Извините Конечно Бродали Я знаю Пока ставь Поднимается Чем у меня есть То есть вы ходите Скажете что каждый вечер Вечер Списываете СР 1000 на 10 Нет Конечно Мы не подписываемся Мы производим Как-то Куски Малецки Подзвольтки Вот Посуды Чем у тебя Малецки Знаете Старец Магазин у вас на 100 Работает До полдесятого До полдесятого А сейчас Если не трудно Скорить Подождите До 15-9 29 Я прошу Вот это все Применяем Каким-то образом Придать Талант Хорошо Сейчас одну секунду Подождите Вот какой смысл Столько сыра Напосовывать Если нет Возможности Его продать Не забывай Написать Свой крутой Коммент Под этим Видео И если он Не соберет Ни одного Лайка Ты получишь 50 рублей На счет Телефона Я там мужик Знаю Сама Все ходили Все ходили Ко мне Компать Я никогда Никого Ничего Не обманывал Котушку 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 Вот это У меня все Бегом Бежало У меня ни одного Кусочка Не лежало Я вот нарежу Тут же Продам Тот же Еще Торговля А какого магазина В 63 На безрубной Всю жизнь Что за 63 Там так называется Нет Номер 63 Раньше был Чипамамедов Безрубка владел Последнее время Он назывался А так Московский Пищатур Мегаен А можно Я пожалуйста Так что Ко мне Никогда Престензий Нет покупателей Нет Администрации Она мне Говорит Вам надо Медаль Повесить Не одну А три На пуск Говорит Вот таких Вот так вот Следила за всем За всем И за чистотой И за порядком Чтобы все свеженькое было Заказывала столько Сколько продам И все Вот это правильно Заказывается А тут завезут Видно Вот у них Просрочено Детское питание Вообще А в пятерочке Вот на космической 51 Там 37 штук На 6 месяцев Просрочек Вот сняли Ой-ой-ой И данная работа Что-то Это не работа Это Ходжи Такое Как сказать Они тебе вернут деньги Деньги Они за просрочку вернут Чек есть Какие Неаппетитные Перцы С черными пятнами Помидорка Сгнила И яблоки Тоже гнить начали С плесенью Вот тебе и магнит Какие-то они Мягкие По-моему Уже пора выбросить Ясно С Я вас Ей Закрытие успеем. Нужно согласовать. Ну да, 10 тысяч-то выпросить. Но всовали кучу сыра. А перефасовывать-то нельзя. Субтитры подогнал «Симон» 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 То есть, то, что нарезано вчера было, естественно, сегодня мы на это уже всё списываем. Наше впечатление было в том плане, что с даты немножко ошиблись. В каком плане ошиблись? Ну, я просмотрела дату, потому что я всё равно каждый день просматриваю сроки годности. Иметь в виду, сняли не вовремя? Да. А по детскому питанию как-то получилось, что на целый месяц? По детскому питанию просто будем обращать больше внимания. Очень много маленьких этих баночек просматривались постоянно, но, видимо, тоже посмотрели на человеческий фактор. Тоже люди будут наказаны, которые отвечают на это, естественно. То есть, в любом случае, при этом постараюсь, чтобы больше такое не повторялось. А штат у вас в полном магазине? Нет. У нас люди на больничном и в отпуске. Мы в данный момент. И сколько человек у вас хватает? Четырёх. Четырёх? Ну, сегодня должно быть сменить пять человек. У нас сегодня сменит три человека. Я не знаю, какой магазин не продают, где не хватает? Ну, сейчас, на данный момент, вот именно такой, то, что летний период, и как раз за счёт этого, и там люди, и вот, и скажем... Нет, почему? Люди в отпуску ходят. Ну, некоторые болеют, естественно. То есть, это человеческий фактор ответственности, когда люди ходят на больничном. Извините ещё раз. Извините ещё раз. Спасибо. Коробочку конфет дали. Подалили коробочку конфет каркунов за 425 рублей. Магазин Магнит. За 429 рублей. Магазин Магнит на Коминтер на 180. Магазин Магнит. Магазин Магнит. Колобочку конфетands. Магнит. Коминет. Магазин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok